Новая старая 23-я школа. Отстроенная, что называется, с нуля. К первому сентября здесь практически все готово. Сейчас основная задача – собрать мебель. Парты и шкафы в одних классах уже установлены, в других – процесс в разгаре. В этом году в школе набрали 31 класс. Шесть из них первые. В день знаний на линейку придут 1100 учеников. На сегодняшний день 80% готовности школы есть. И с первого сентября развенит наш первый звонок на первый урок. С середины августа ученики 23-й школы вместе с родителями участвуют в обустройстве школы. Для них эти стены, пусть новые, все равно родные. Три года, пока 23-я отстраивалась, дети учились в других школах. Каждый день мы вставали, стояли на остановке. Битком забивался автобус. Конечно, были многие неудобства. Но ничего, мы это все выдержали ради того, чтобы попасть в эту красивую школу. 66-й школе глобальная реконструкция еще только предстоит. Здание, построенное в 1960 году, давно требует ремонта. Кроме того, это общеобразовательное учреждение переполнено. Школа рассчитана на 660 человек, а учеников здесь больше тысячи. Здание будут перестраивать и расширять. Сейчас, следующим этапом, у нас уже начинаются проблемы. Через год, через два они будут очень активны. Это начальный класс. Потому что дети, которые в детских садах, бомб рождаемости возник, они пойдут в первый класс. Сейчас мы уже смотрим, как около 66-й школы построить корпус начальной школы. Строительство дополнительного корпуса для начальных классов планируется начать в 2013 году. А в этом здесь отремонтируют два туалета. Заменят кровлю, поставят новые окна на третьем этаже и поменяют электропроводку. Мария Князева, Александр Мокин. Новости сейчас.